Всем доброе-доброе утро! Сегодня 14 июля 2021 года и мы с нашими чихуашечками из домашнего питомника Чихуахуа Кастропула Желаем вам доброго утра! На, скорей, скорей, скорей! Хорошего настроения! А сегодня у нас овощи для наших, сначала для наших самых маленьких яселек, вот вот так вот мы любим овощи утренние. Детки конечно же уже покушали и гуляют, вот так вот они берут овощи, они с ними играют, они их грызут, выбирают тут наши шоколадки. Сразу пока мы здесь в детском отделении, как говорится. Хочу напомнить, что в нашем питомнике в продаже Жанетта в продаже две девочки Чихуахуа. Это глоткошерстные беленькие вот эти вот красавицы Ежевика и Мерседес. Вот эти вот красотульки. Что ты такая счастливая? Что ты такая счастливая? Вот такая вот прелесть. Все повытаскивали и будут сейчас играть и грызть. А мы возвращаемся из вольера. Так, я закрыта. А мы возвращаемся нашим взрослым собачкам, которые тоже уже позавтракали. Космос у нас вообще человечек, он умеет ходить на задних лапках. Возвращаемся к нашим взрослым чихуашечкам. Они тоже вам передают доброе утро, желают хорошего настроения. И у нас сейчас будут овощи для взрослых. Сегодня у нас огурчик, морковка и капуста. Хочу сказать, что овощи собаки кушают минимум два раза в день. Но еще в течение дня я тоже даю им морковку. Бывает, у нас что-то остается, какие-то там попки от огурчиков и от морковки. Мы всегда ничего не выбрасываем. Они у нас как кролики, царица. Вот. И все прекрасно и замечательно кушают. Жасминка, иди бери. Иди, иди, моя девочка. Иди кушай, давай морковку. Так, сейчас. Для тех, кто очень переживает, что кому-то не достанется. Ребяточки, всем все достается. Ужасмин на свалнышко. На, моя девочка. На, моя девочка. На, моя тарелочка. Так, давайте, девчонки, мальчишки, гуляем и кушаем овощи. Вот такие вот смешные собачки. Вот, например, Анфиса схватила и кушает на пенечке. Юля. В нашей стае изгоев нет, как кто-то мне спрашивал. Не волнуйтесь, я бы этого не допустила. Да, видно, кто старше по аэрохической лестнице. Но старше здесь я. На, мой золотой. На, мой мальчик, на. Ой, боже, ты мой, на. Космос, а ты рот открываешь. Ты что, взять не можешь? Рошелька. Иди, бери. На. Рошелечка. На, моя хорошая красавица. Нашей Рошельке вот десятый год. Нашей красотухи. Беззубой. Ее уже много нет зубов. Вырывали и выпадали. К сожалению, у чихуашечек зубки, это их такая сторона медали с минусом. Да, лавандушка, а ты чего сегодня без овощей? Очень интересно. На, моя хорошая. На, лава. Кто хочет, тот берет. Нет такой собаки, которая сильно хочет, и ей не досталось. Так что, не волнуйтесь. Дорогие, милые, наши любимые друзья и подписчики. Вот. Пока не жарко. Мы гуляем. Очень хорошая погода сегодня. Смотрите, что у нас тут делают. Наш детский сад, наши ясли, наши красотулечки. Вот эти две белые гладкошерстные девочки Мерседес и Ежевичка. Еще раз напоминаю, в продаже. И хотела напомнить о покупке щенка в другой регион России. Мы находимся в Симферополь, Крым. Доставка по России у нас есть. Хочу повториться, что доставкой занимаюсь не я, а специально обученные люди, курьеры зоотакси с полностью оборудованной машиной в холод и в жару. Кондиционеры, специальные секции, клетки для перевоза комфортного животных. Доставка по России из Крыма есть, но не во все регионы. Нужно уточнять. Самые основные это Москва, Питер, Уфа, все через Москву, Челябинск, Екатеринбург, по-моему. Ну, в любом случае в ту сторону. И открылся новый маршрут в Минск, Беларусь. По вопросам доставки пишите мне в личные сообщения вайбер, ватсап, плюс 7978 745 80 62. Это при желании приобрести щенка в нашем питомнике. Щенок может уехать только после полной оплаты, после полной вакцинации, в первую очередь, после полной оплаты. и доставку оплачивает покупатель. Стоимость доставки уточняется у курьера. расписание тоже уточняем, но там каждую неделю в зависимости от направления. все кушают из этих собачек, которых вы здесь видите. Кстати, лаванда уселась на космос, она здесь никто не продается, это все наши собаки. И вот только не вижу, где-то делась океания, она зарезервирована. Маленькая мышка океания. Вот, а вот она ходит за пенечком, конечно, не заметили. Слона-то мы и не приметили. Вот эта крошка мини Чихуахуа, она забронированная, передает им, она курточку кушает, передает мамулечке привет, поедет на дам в Питер. Вот, Энигма, если кто помнит, была в продаже, она снята с продажи и остается у нас в домашнем питомнике. Косулечка, красотулечка. Вот такие вот у нас ребята дела. Чика с нами гуляет. Все гуляют сейчас собачки абсолютно. Это девочки Кока и Анфиса. Вот такая прелесть. Щеночки, которые продаются в нашем питомнике, продаются исключительно для любви и обожания. Щенки продаются дорого. Дешевых щенков на данный момент у нас нет. И в принципе, скажем, так не бывает. Все щенки от моих кобелей чемпионов. В независимости от документов щенки продаются возраста, типа шерсти, пола, щенки продаются дорого. Щенки выращиваются правильно, на самом лучшем питании, самым лучшим уходом. Здоровые, активные и очень красивые. если вы хотите приобрести щенка для разведения, для выставок, для шоу, щенка нужно подбирать в возрасте не ранее 6 месяцев, но, наверное, все-таки даже позже. Вот сейчас у меня растут подростки и, конечно, все развиваются по-разному. Кто-то 6 месяцев у него практически наполовину смена зубов прошла, а у кого-то она только началась. Есть у собак, у которых 6 месяцев еще даже не начали лезть клыки. То есть резцы там уже в смене поменены, а клыки нет. Еще не встали, они даже еще не прорезались, не говоря уже. А у кого-то раньше, у кого-то в 4 месяца я уже видела прорезаются клыки. Поэтому все очень индивидуально, без полной смены зубов и установления челюстей в замок. в окончательный. Говорить о каких-то шоу и выставках и разведениях невозможно. И ни один уважающий себя заводчик, особенно при раннем резервировании и при возрасте щенка до 6 месяцев никаких гарантий вам дать не может. Ну и вообще как бы заводчик не бог. В любом помете может быть и брак, таким громким словом, как его называют, плембрак. Вы можете считать, что у нас все плембрак, потому что чисто от меня я не согласна продавать своих собак. Что там такое? Что ты там хрюшка? Прицепилась на зубик морковка в разведение, тем более в возрасте месяц или 3 месяца. Давай, ну иди поправлю. Что там прицепилось у тебя? Давай, Что там в носу? Огурчик у кого-то. Ну, выпала вон твоя морковка. Беззубик ты мой. Вот, поэтому приобретая щенка, вы приобретаете любимца. Любимца вы приобретаете не за то, что он какой-то плохой, а за то, что он вам нравится и вы его хотите. Для меня это главное условие. Если вы смотрите чисто на документы, если вы смотрите чисто в разведении, это отдельный вообще разговор. у нас сейчас будут предлагаться дети с возможной перспективой. Но это слово возможно не дает никаких гарантий, что щенок опять же в два месяца им сейчас деткам, что щенок в два месяца уже явный явный чемпион или там племенной производитель. Все дело в том, что здесь во время актировки мы можем увидеть прикус на сегодняшний день. Самый главный конечно дефект, который считается браком, это залом хвоста, который виден с рождения. Тут его уже никак не перепутать. У остального бывает к месяцу вылазит небольшая грышка у щенка, то есть при рождении ее нет. Бывает в месяц еще и в два, сколько бы я не читала от умных форумов, что яички у мальчика в мошонке в два месяца. Бывают, да, ребят, бывает, нет. Бывает, нет, бывает, реально их, то есть, ну, вроде бы, как там, потом не там, и бывает, вот реально, там, щенок три с половиной месяца, я уже вижу, что там, но если в три с половиной нет, их там, то уже, конечно, это уже явно. Поэтому это те, которые вот можно увидеть изначально. особенно при равням бронирования, когда щенка бронируют там в три недели, кроме окраса, чисто кровности, то, чего мы можем обещать, и вообще любой уважающийся заводчик, мама, папа, кто у нас есть, но это опять же не говорит о том, что щенок будет похож на маму или на папу, тем более, еще и у чихуа, учитывая их разнообразие окрасов, тип шерсти, тип морды, тип ушей, и вообще вот всего-всего, тем эти чихуашечки мне и нравятся, я всегда об этом повторяю, что они такие разнообразные, вроде как порода одна, но все настолько разные, что просто очень интересно с этим и работать, и мне очень это нравится. Вот, поэтому в первую очередь, еще раз повторюсь, мы предлагаем здоровых животных и очень красивых и чистокровной самой маленькой породы в мире чихуахуа, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса, которой 2000 лет, около 2000 лет, собака очень сильная по психике, по своему темпераменту, это смелые, очень классные собаки, на самом деле, не выведены искусственно, вот, очень человеконаправленные, но в то же время эта собака с большим сердцем в маленьком теле, та, которая не чувствует своих размеров в жизни совершенно, то есть, эта собака всегда думает, что она большая и грозная, то есть, из-за своего маленького размера собака не будет себя чувствовать скована, собака очень умная, поддается дрессировке, как любая абсолютно собака, естественно, мы их любим и балуем, как наших маленьких деток, но не забывайте, что это хищник, и со своими законами живой природы хищников, в любом случае, это никуда от них не уходит, а мы еще раз хотим пожелать вам хорошего дня, прекрасного настроения, с уважением я, владелец домашнего питомника Чихуахуа Кастропола из теплого Крыма, всем пока, люблю вас, целую, до новых видео, до новых встреч!